Привет, друг! С тобой Иван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И сегодня мы будем играть на этом сервере с помощью твоего телефона. Интересно? Тогда присаживайся поудобнее, готов что-то покушать. И мы начинаем. Итак, пацаны, чтобы играть в GTA 5, а именно с телефона, вам нужно скачать приложение, которое называется Steam Link. Фокус, ты куда пропал? Вот. Вот так оно выглядит. В принципе, вы с этим приложением можете играть в любые игры, которые у вас есть в Steam, именно с телефона. Поэтому заходим в него, это приложение, и здесь сразу высвечивается GTA 5, так как она у меня уже подключена, вернее, включена игра на компьютере. Вот. А всё это происходит на том, что наш компьютер, как бы, запускает игру и делает демонстрацию для телефона, и передаёт клавишу управления на телефон, и ты можешь управлять всем игровым процессом. В принципе, нажимаем начать. У нас идёт подключение к iOS Windows. У меня сейчас подключилось всё идеально, потому что я уже играл, пытался что-то сделать, разобраться, как этим всем пользоваться. Вот. А у вас с первого раза будет высвечен код. На телефоне вам просто нужно будет ввести код с четырёх цифр на компе, и тогда он соединится, и будет всё нормально. Всё, у меня, видите, что-то пропали кнопки. Вот. Теперь вот так это всё выглядит. Вот такие вот здесь есть кнопки управления, вот здесь джойсики, вот здесь очень много кнопок. Вы среди не можете просто экраном менять камеру, вид, вот здесь клавиатура, всё, что нужно. Можно его также зумить, уменьшать, увеличивать, как тебе, короче, удобно. Поначалу давайте я вам покажу именно с камеры, с телефона, потому что, ну, чтобы как-то какое-то было прям объёмное изображение. Чтобы вы поняли, как это играть, сначала будет видео с телефона именно, а потом я уже перенесу демонстрацию экрана в маленький экран справа. Пройдёмся по клавишам управления. Вот. Во-первых, давайте мы садимся уже, вернее, сидим в Rolls-Royce. Видите, джойстиком ты можешь поворачивать, там, влево-вправо, видите, колёса поворачивают. Вот. Вот эти клавиши вверху, их, в принципе, можно удалить через вот это меню. Вот здесь. Блин, фокус, куда ты вечно пропадаешь, ё-моё. Настройка раскладки, там можно это всё подрегулировать под себя, вот. Клавиша LS, это сигнал, как вы поняли, вот. Клавиша LB, они за что не отвечают. Клавиша B отвечает за кинематографическую камеру. Клавиша A отвечает за то, чтобы присесть, как бы, в автомобиле. Вот, ну, присесть, это, как бы, наклониться. Вот так я вам покажу. Вот, видите, да? Наклоняюсь. Потом клавиша R, T, это газ, это то есть ехать вперёд. L, T, это тормоз, ехать назад. Потом джойстик это управление говорил. Микрофон, это просто нажимается газ в пол и разгоняется до максимальной скорости. А если мы нажимаем на прицел, то тачка разгоняется до максимальной скорости, только едет назад. Вверху это открыть все двери, вот, как вы видите, и капот. Вот, вот, и игры, конечно же, можно выйти с автомобиля. Вот мы вышли, мы на джойстик можем управлять, менять камеру там всю, всякую разную, смотреть. Также RT, вот это всё, B, игры сесть в авто, А, B, RT, это всё ударить, в принципе. И если мы будем идти и нажимаем клавишу A одновременно, мы будем быстро, как бы, бежать. В принципе, почти по всем основным клавишам я прошёлся, остальные тебе не нужны, как бы. Вот, поэтому давайте садимся в авто. Сейчас попробуем прокатиться на автомобиле. Вот, кстати, если тачка закрыта, вот, вы думаете, что делать, идти к клавиатуре? Нет, мы просто берём, ой, не бьём, не бьём, вверху есть значок клавиатуры, мы на него нажимаем. Но остановилось на том моменте, что тачка у нас закрыта, никак не открыт, да? Нажимаем на клавиатуру. Блин, ты чё с фокусом, ё-моё? Вот, нажимаем на клавиатуру, нажимаем на циферки, и тачка нас открывается на клавишу 5. Нажимаем 5. Всё, тачка открылась. Закрываем клавиатуру, вот, слева внизу это написало, всё, можем спокойно себе садиться в автомобиль. Как бы, если мы в Rolls-Royce, да ё-моё, что он вылез? Всё, садимся, открываем ту же клавиатуру, открываем же те же циферки. Блин, как это неудобно, это капец. Нажимаем 6, пристегнуть ремень, 5, закрыть автомобиль, 3, включить фары, 4, завести, запустить, вернее, автомобиль. Также нажимаем сюда, зажимаем клавишу J, чтобы у нас развернулись как бы зеркала, всё разворачивается, значок выезжает. Вообще балдёж. Всё, теперь мы можем, в принципе, RT нажимать, вот, и спокойно себе двигаться по территории. Вот, поворачиваем налево, на джойстик и направо. Кстати, управление более-менее адекватное, типа, можно играть. Ой, давайте, пацаны, я всё-таки, наверное, вам уже, в принципе, всё показал, как это всё происходит. Ну, давайте ещё покажу там разные менюшки. Короче, все менюшки, которые вам доступны только не на FN-клавиши. Например, заходим, инвентарь на E. Вот, нажали инвентарь, можете увеличить, можете что-то выбрать. Вот, здесь появляется мышка, вы можете там взять, например, эколачник, автомат или ещё что-то. В принципе, с телефона вы можете сесть, взять и поехать на рыбалку. В следующих сериях мы можем это проверить, поэтому скроем инвентарь. Также на O, все менюшки, вот это всё, как бы, все клавиши вы можете спокойно себе, как бы, открыть. Также, можно на T, там, написать что-то в чате. Вон, видите, строка появилась. Блин, а можно фокус, да? Давайте напишем там, типа, Hi. Нажимаем, как бы, отправить всё, и в чате появилось, что мы написали Hi. Как бы, типа, вот, сворачиваем, и, в принципе, можем ехать дальше, по своим делам. Сейчас я, наверное, переведусь просто на запись экрана, потому что сбоку, с этим фокусом вечно играться, это очень плохо, типа, ну, вы суть уловили. Так что, переходим на запись экрана. Собственно, запись экрана пошла. Давайте сейчас проверим, вот, например, да, есть такое задание. Мы ехали, ехали, вот, врезались. Давайте ещё, там, с ней как-то врежемся. Вот, например, вот так как-то. А, да? Миллиметраж получается? Получается миллиметраж. Ехали, ехали, например, врезались вот сюда, столбик вот сюда. Так, ну, нужно, наверное, звук скрутить, а то это очень громко. Вот, всё, наша тачка в тотал. Что нам делать? Открываем ту же клавиатуру, берём, нажимаем циферки, один, всё, скрываем, тачка подчинилась. Изи вообще. Вот это я показывал. И самые странные просто клавиши управления, которые есть на телефоне, это вот эти, вот, микрофон и прицел. Кстати, надо взять тачку подрифтить тоже. Сейчас мы поедем в порт. Есть очень странные здесь клавиши управления, это микрофон, вот этот зелёный справа, и прицел. Если мы нажмём просто микрофон, тачка просто... Я сейчас ничего не жму, кроме поворота. Тап, просто кто-то поставил кирпич просто на газ. Отвечай. Мы отжимаем эту клавишу, всё, тачка просто теперь котится. Вот, если мы нажимаем прицел, тачка со всей скоростью просто едет назад. Смысл от этих клавиш, я, если честно, сам не знаю, вот. Но такие клавиши существуют. Также я хотел сказать, что есть стрелочки вверху, видите, возле значка Steam. Если мы их нажмём, то у нас меняется камера. То есть, все камеры, которые доступны на GTA 5, доступны, в принципе, на телефоне. Так, опять мы врезались. Клавиатура 1, подчинили, всё, едем. Также на эти стрелочки перевернули. На текстуре забейте фиг, потому что у меня коп слабый, интернет плохой. Из-за того текстуры не прогружаются, как бы. Если, собственно, в аэропорт мы приехали. Вот, останавливаемся, дверь открывается. Теперь можно газ в пол просто. Влево, вправо, суету наводить. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Просто влево, вправо, влево, вправо. Вот эти джойстики ни на что, я так понимаю, не отвечают. Их можно удалить и всё настроить... Хотел сказать настроение. И всё настроить на себя. RS это просто клавиша назад. Вы можете нажать её. Вот, и ехать просто, смотреть назад, либо вперёд. Самое обидное, что здесь нельзя сделать, это, во-первых, говорить. И нам недоступны все FN клавиши. Ой, каких FN? F клавиши. Ну, FN. Ну, типа F. Ну, ты понял, короче. Так как весь интерфейс M2A, в принципе, и GTA V, именно, смотри-рэйдж, завязанная в клавишах. Это самое обидное, что может быть. Типа, если взять тачку, просто покататься там, либо повыграть, это ещё ладно. Но поменять тачку, там, поработать. Если бы они сделали нормальный, там, такси, как в M2A, что ты просто устроился и тебе нужно ездить по меткам. Ты просто можешь взять свой телефон, лечь на кровать и просто играть. Насчёт M2A я не проверял. Можно играть с телефона в M2A. Это мы проверим в следующей серии, если она, конечно, выйдет. Это будет, мне кажется, прям пушка. Но если ты играешь, например, на планшете, либо на телефоне, и у тебя есть там клавиатура, которую ты можешь подключить через переходник к своему телефону, тогда вообще без проблем можешь нажать там F3 клавиши, вот. И, в принципе, с телефона можно выбрать тачку, которую ты хочешь. Наверное, я ещё не пробовал. Нет, скорее всего, нельзя. Короче, давайте возьмём, во-первых, с компа давайте возьмём сливу. Вот. А, чё? Убрать роз. Давайте возьмём сливу. А чё слива у меня белая? Во. О, садимся. И сейчас попробуем понаваливать боком, как бы, с телефона, что с этого выйдет. Четвёрочку нажимаем, запускаем двигатель. Блин, я опять клавиши путаю, ё-моё, привыкнуть вообще никак не могу. Всё запустили, теперь боком, боком, боком. Пацаны, какой CarX Drifting? Какой просто там дрифт, ещё какие-то там игры есть. Какое? GTA V, вон, с motorway зашёл и боком с телефона наваливаешь. Это, конечно, была шутка, если кто не понял, это сарказмом так немножечко. Но чисто так полежать, чисто с телефона раздать, ну, прикольнее. Я могу сказать, что здесь управлять будет ненамного, как бы, лучше, чем на клавиатуре, потому что ты здесь можешь регулировать, как бы, угол твой поворот, а не как с клавиатурой просто до упора, до упора. Ты можешь тут немного его балансировать. Давайте сейчас попробуем, в принципе, взять калаша, например, или что мне там ещё есть, клавиатуру убрать. У меня есть пистолетные патроны, давайте возьмём револьвер. Так, я надеюсь, револьвер это же пистолет, да? Нажимаем на него. Y, B, A, X, RT. Как его взять? А как его взять реально? К сожалению, я так понимаю, оружие, либо я не понимаю, как его брать. Там написано, два раза нажми, но здесь выходит, что я его беру, и вот могу переместить, окей. Типа, если я его зажму и перемещаю. Вот, зажал, перемещаю. А если два раза нажать? Не могу два раза нажать, чтобы его убрать. Например, вот так могу, и вот так использовать, окей. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то очень, очень, а ну подожди. Если у нас получается, как бы оружие, вот. Ага, прицел нажали. Как стрелять, в принципе? Игры, да? Не, не игры. А, подожди, Y садится. B, наверное. Не, не B. A. Не A. Так, окей, прицел, X. Нет, X, это кувырок, окей. А, RT, всё. Так, а чё? А, задержка, понял. Конечно, пока мы развернёмся. А чё, пацаны, если пойдём на капт с телефона? Как это будет смотреться? Это будет, наверное, очень угарно. Вот. Всё. Нормально, кстати. А, кстати, а как убрать оружие, получается? Вот так. Нажимаем и... И убираем оружие, как бы. Ладно. Вручную с компа лучше уберём. Вот. И, в принципе, полетели. В принципе, пацаны, я передумал. Если этот видос хорошо наберёт активности, в следующей серии мы попробуем поехать на телефоне порыбачить, чтобы всё самое вкусное в эту серию не лепить. Мы сделаем, скорее всего, ещё вторую серию, где поедем, попытаемся что-то словить с телефона. Это будет, мне кажется, угар. И я хочу всё равно разобраться, как этим дабл-кликом брать чё-то с инвентаря. Я надеюсь, этот видос тебе зашёл. Поставь лайкос, подпишись на канал, напиши, играл ли ты на смотришь именно с телефона или после этого видоса скачаешь и пойдёшь поиграть чисто хотя бы на часок, так чисто для интереса, вот. Поставь лайкос, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Ну, а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. А в конце этого ролика мы подведём итоги на жигу, которую мы разогрели. В ролике, где выбивали тачку с крутым номером из автосолна, поэтому заходим на мой канал и заходим в видео. Заходим на этот ролик. Он набрал 217 просмотров, 31 лайк, 3 дизлайка. И всего лишь 4 комментария, из которых 2 с одичником, а вот этим и один мой. Конечно, многие пишут, типа, Эван, почему ты не делаешь конкурсы? А я потом у них спрашиваю, почему ты участие не принимаешь? Ну, короче, опять Туниан, который уже раз выиграл, вернее, 2 раза выиграл, и Талибас, Димон, короче. Вводим 1-2. Вот, ведь на воду 2. Пусть будет Туниан первым, а Талибас вторым. И кто выиграл? Выиграл Димон второе. Поэтому давайте ему сейчас напишем. Нажимаем написать сообщение, пишем, Привет, ты выиграл копейку на смотра рейдж. Отпиши, тогда будет удобно забрать. В принципе, все. Отправляем.